в инстаграме, в фейсбуке, вернее, в фейсбуке, в ютюбе, в телеграме и, да, со всего мира у нас участники изучают Тору и сегодня мы начинаем шестую главу шестую главу книги Экклезиас как раз совпало, что мы ее изучаем в праздник Суккот и в праздник Суккот ее и надо изучать вот представляете, как совпадает иногда так, да, бывает? вот я сегодня спал в суте, тоже уже прохладно, уже прохладно значит, даже можно сказать, холодновато иногда бывает шестая глава, значит, обращается царь в словном к людям которые поставили своей целью жизни приобретение богатства, заработок есть такие люди, для которых ценность деньги и материальное благополучие она очень проявлена, да, то есть это происходит по разным причинам значит, есть... сейчас секундочку у нас... значит, смотрите, как получается у человека есть иерархия потребностей иерархия потребностей когда-то Абрам Маслоу такой был психолог Абрам Маслоу, понятное дело, что он тоже изучал в детстве экклезиаст Каэрит, так же, как и мы значит, изучал, ну, Абрам, он был из религиозной семьи и вот, наверное, в этом месте, а может, в другом каком-то месте он задумался, а что людям вообще нужно что людям нужно в жизни и создал он свою теорию потребностей Абрама Маслоу где он сказал, что людям, прежде всего, нужно выживать да, нужны физиологические потребности если человек не поспал, ему нужно спать, не поел, ему нужно есть ему нужно удовлетворить физиологические потребности это в первую очередь и пока он голодный, то ему о смысле жизни достаточно тяжело думать он думает о еде, у него заняты все его системы интеллекта ему нужно найти еду, срочно найти еду, покушать а уже потом, когда он покушает тогда он задумается о чем он во втором задумается во вторую очередь, сказал Абрам Маслоу он задумается о безопасности как ему завтра самому не стать едой и как сделать так, чтобы еда была и завтра и послезавтра, и послепослезавтра то есть вторая потребность человека которая в нем включена и очень сильно звучит это потребность безопасности то есть страх за то, что завтра не будет еды причем, если человек пережил действительно вот какие-то травматические переживания в своей жизни там, где он мог потерять свою жизнь например, люди, которые были в концлагерях они потом, уже даже было все нормально у них всегда, но у них там часто бывало что они ложились спать, не могли лечь спать без куска хлеба под подушкой то есть у них это было настолько уже на неконтролируемом уровне что их мозг проецировал на будущее очень большой страх выживания что вдруг я не выживу теперь, значит, первый уровень это физиологические потребности сейчас сон, еда, вода второй уровень это безопасность потребностей по Абраму Маслова третий уровень это причастность к какому-то кругу людей человек это социальное существо ему обязательно нужно быть частью какой-то группы я очень, кстати, рад, что вот нас уже на уроках там по 200-300 человек на уроках в прямом эфире а всего на Вайкрае на сегодняшний день есть 180 тысяч подписчиков уже с разных соцсетей и получается 180 тысяч человек объединились под таким вот идея Вайкраета и возвал Всевышний через Машера Бейну чтобы услышать голос Всевышнего который идет через Тору Всевышний он через все разговаривает через солнце, через ветер, через дождь через события, через каждого человека как царь Давид говорил что эдотеха циха рит что твое свидетельство говорило со мной то есть Всевышний он везде но через Тору он проявлен наиболее в чистом виде потому что Машера Бейну, пророк Моисей он говорил со Всевышним лицом к лицу то есть он был пророком самого высшего уровня и Всевышний наиболее открылся для еврейского народа тогда потому что он прошел определенные испытания определенную селекцию можно сказать там 400 лет изгнания ну то есть была целая сейчас я не буду в это уходить значит сказал Абрам Аслов когда человек удовлетворил потребность в физиологические плюс у него нет страха за будущее такого прям явно проявленного безопасность он где-то сидит спрятался в какой-то пещере, квартире там ему есть где спать и он дальше уже хочет как-то с людьми контактировать теперь начинает он контактировать с людьми с тем познакомился, с тем познакомился и тут у него просыпается потребность когда у него контакт уже есть он часть общества у него просыпается это потребности человека да, говорит Абрам Аслов занимать какое-то место в этой иерархии то есть это прошивка такая на инстинктивном уровне и вот только когда человек уже занимает какое-то место в иерархии дальше у него и появляется потребность высшая потребность самоактуализация тогда он начинает задавать вопросы а кто я, зачем я почему я как я живу а действительно ли эти все мои потребности автоматически это то, что мне нужно на самом деле но внутри прошивка всего этого наше общество построено на деньгах то есть как у человека главной его силой движущей в которой прошиты все его инстинкты все его системы там гормональные и так далее это кровь дам на иерите кровь это дам человек это адам а кровь это дам а динди на арамейском языке то есть это на языке кабалы динди это дамим это как кровь мира то есть через динди этот мир весь шевелится он двигается через мир все эти войны какие-то выборы в президенты какие-то и так далее все-все-все двигается через деньги то есть это такая энергия мира есть люди которые очень сильно в какой-то момент жизни они зафиксировали что мне эта энергия нужна и у них появилось то что то что называется большая тяга к деньгам и вот в шестой главе царь Соломон говорит такую вещь есть говорит зло которое видел я под солнцем и очень это зло раба и аля адам это очень многочисленное такое часто встречающееся зло но называют он это зло что за зло иш ашер и тенлу айлаим ошер вне хасим человек которому дал ему всесильные богатства и имущества вековод и почет то есть какой-то есть человек который работал зарабатывал и дал ему всесильные и заработать деньги он смог и купит на них какое-то имущество и почет у него есть почет люди его уважают вот это смесь почет это смесь любви и страха то есть когда человека боятся это страх когда человека любят это любовь а когда его и любят и боятся вот так как надо относиться к родителям к богу это называется почет почет то есть ты его и уважаешь и любишь и вот такого человека уважают И нету ничего у него, что не хватало бы его душе. То есть он зарабатывает, у него что-то отложено на черный день, еще на черный день, биткоины какие-то. Значит, нет у него никакого недостатка, все у него есть. Все, что он хочет, он мог бы получить. И не дал ему всесильный кушать от этого его богатства, что человек чужой съест это все богатство. Он говорит, и это очень такой парк, он говорит, это вот такая вот случается иллюзия, и болезнь плохая эта. Как это понять? Вон живет человек, работает, 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 зарабатывает, копит для детей, для того, для сего, думает, ну все вроде старается, ночами не спит, все время трудится, все. Потом бах, значит, и революция, война, инфляция, болезнь, развод, там жена все отсудила. Я вам расскажу историю, был один человек, значит, в Канаде, в еврейской семье, такой парень, который, знаете, из компьютерных денег, да, все его родители на математику отводили, и он учил математику, программирование, все они хотели, чтобы он был очень умный. Стал он очень умный, и к 30 годам парень этот, он заработал, по-моему, у него было, вот, это я даже приводил в комментариях на Куэдит, в своей книге, эту историю, она прям, я с ссылками на источники. Значит, этот парень из Канады, ему было 30 лет, плюс-минус, и у него было, по-моему, около 30 миллионов долларов, которые он получил, продав часть своей компании, а компания его делала программное обеспечение для казино, для казино в интернете, ну, для разных игр. И вот он с этими 30 миллионами в 30 лет, он поехал куда, поехал он, то ли это была Колумбия, то ли это, в общем, какая-то страна Латинской Америки, и познакомился там с мисс, вот это вот Колумбия, мисс это Латинская Америка, женщина такая, да, Пуэрто Рико, мисс Пуэрто Рико это была. И вот эта мисс Пуэрто Рико, он увидел ее, и глаза видят, сердце хочет, руки, ноги делают, начал с ней встречаться, и почему-то он решил на ней жениться. И мало этого, она ему пообещала, что она пройдет Ди-Юр, а он поверил. Потом они поженились, она Ди-Юр не проходила, и он увидел, что это не его как раз случай, что это не та девушка, о которой мечтала его мама, это не та девушка, с которой хорошо рожать детей, и он решил с ней развестись, и он ей об этом сказал. А она же, эта девушка Пуэрто Риканская, росла в неблагополучном районе, она своих друзей там, которые у нее были, подговорила, чтобы его убить, и вот они идут уже с ней по улице, подбегает к ним человек, и несколько раз бьет его ножом, и так далее, в общем, убил его. Расследование, исследование, и ее, конечно, значит, разоблачили. Она в это время успела убежать, и отец его, он, это единственный сын был, он потом много лет пытался ее там найти, нашли ее, в общем, в конце концов ее судили в США, и дали ей пожизненное заключение за убийство этого парня. Так это вот здесь как раз об этом говорил царь Соломон, что видел я большое зло в мире есть. Что человек, который ему всесильный дал ему и богатство, и имущество, и почет, и ничего ему не хватает, все у него есть. Но он всесильный не дал ему возможность от этого всего, это все использовать. И придет какой-то чужой человек, и это съест. Это, говорит, обидно, потому что этот работал, а этот заберет. Это, говорит, вот такая часто случается вещь в мире, такая ситуация в мире. Дальше он описывает вторую ситуацию, да, он говорит, хорошо, бывает ситуация, когда человек стремится к деньгам, и он не успевает, и тут как бы из текста понятно, что у него даже нет детей, нет у него сыновей, которым он может это передать. Теперь вторую ситуацию царь Соломон рассматривает. А бывает, что человек родит 100 детей, да, у меня есть один приятель, он 4 раза женат, и у него в общей сложности от 4 браков есть от 1 1, от 2 2, от 3 3, это получается 6, и от 4 1, 7 детей от 4 браков, да. Ну, и он еще молодой человек, может, еще будет, да, то есть бывает, что человек женится, много у него детей, вот возьмем Дуров, вот этот Дуров, который Телеграм сделал, спасибо ему, кстати, за Телеграм, мы пользуемся Телеграмом для хорошего дела, так он раздал свое семя, как бы, да, от него искусственное оплодотворение сотней детей, сотни детей от него есть, и своих у него детей, там, тоже достаточно от разных женщин. Бывает, человек родит 100, выше ним работ их е, и будет он жить много лет, и многие будут у него годы его жизни, но его душа не насытится от того добра, и также квора ло айта ло, и не похоронят его, не похоронят его, а Марти Токмемену Анафель, сказал я лучше, чем он, человек, который выкидыш, который после того, как он был зачат, он был выкидышем, то есть, почему лучше, чем он выкидыш, давайте разберемся, говорит нам устная Тора, да, тот, у кого родилось 100 сыновей, это нет, как тот богач в предыдущем отрывке, который умер без сыновей, этот будет жить много лет, потому что он, у него тело здоровое, и он продлевает свои дни, значит, и он будет в эти годы своей жизни, он будет властвовать, и будет у него много сил, но нет у него никакого удовлетворения от того, что у него есть, и на вшо его душа не насытится от того добра, который он достиг, почему, потому что он все время гонится за дополнительным, еще и еще, за дополнительным имуществом и почетом, а, вот здесь вот так вот, и поэтому не будет у него похорон уважаемых, потому что человек, который все время гонится за, еще за почетом, еще за почетом, то, значит, он по ходу, он проходит по многим головам, люди его потом не любят, это вот имеется ввиду, что не будет у него на похоронах, не будет никто жалеть после его похорон, И сказал я, что лучше, чем такой человек, чем такая жизнь, выкидыш. Значит, что он говорит? Вот смотрите. И он искал себе подходящую. Но значит-то ему не было хорошо. То есть человек, которому хорошо, он же не будет менять место жительства, постоянно и все. Человек, который постоянно работает, ему там, я не знаю, сто лет уже, а он все зарабатывает и зарабатывает. Значит же ему не хватает. То есть мы можем сказать, вау, сколько у него, смотри, какой, да, сто лет ему. Но ему же не хватает. Недавно я видел пост там, человек, который в 113 лет пробежал марафон. И он после 100 лет, он, после 100 лет он установил все рекорды там на всех беговых дистанциях. Но я сейчас вспоминаю, там была в посте написана его история. Он начал бегать в 80 лет. Почему? У него была депрессия. У него была депрессия, потому что, насколько я помню, у него там вся семья погибла. И вот он остался один, ему 80 лет. Он не знает, что делать, зачем жить и так далее. Он начал бегать. И вот уже до 113 лет он бегает. То есть с одной стороны мы смотрим и говорим, вот это как раз объяснение этому отрывку. Что если есть человек, у него вроде все прекрасно, 100 сыновей у него, живет много лет, у него, значит, все есть. Но лотис бами на тува, но он не может насытиться от этого добра. И из-за того, что он не может насытиться, не будет у него и похорон хороших, потому что человек, который ненасытный, он через это свое ненасытность, он идет по голодам, он людям делает плохо. Что он, говорится, сам он лучше, чем он выкидыш, который только вот он в этот мир зашел и умер. Что, так, это сейчас четвертый отрывок, вот этот вот выкидыш, да, он, пришел он в этот мир, да, чуть-чуть, и в темноту он уходит, значит, и в темноте дальше, и в темноте его имя будет скрыто. То есть никто про него не знает, он вышел в этот мир и ушел из этого мира, да. Значит, солнца он не видел, и он не видел ни солнца, и не видел никакого, значит, этот выкидыш, он не знает ничего из, ну, что он видел, да, все, вышел в этот мир и умер, да. Но ему лучше, вот тому выкидышу, который чуть-чуть прошел в этом мире, там месяц он прожил, например, или там неделю, или день, лучше ему, чем вот тот вот богатый, который всю жизнь живет и гонится, и нет у него никакого насыщения от этой жизни. И он говорит, а какой смысл тогда в этой жизни, если человеку постоянно плохо? То есть, понятно, да, идея? То есть, вот этот вот очень важный вопрос, который он задает, что человек, который все время гонится, ну, этот вопрос я себе задал 47 лет, то есть я всю жизнь, как бы думал, что главное достигать цели. Меня так в детстве обманули, как-то вот сказали, у меня была первая тренер по плаванию, чемпионка Европы, так она говорила на тренировках, что если ты не чемпион, так тебе лучше умереть. Вот, и я в 5 лет, я же не знал, что она дура просто, и что она, ну, как бы, вся ее жизнь была, вот, ну, просто ее так научили, может, она не дура, просто вот ее так научили, что надо быть чемпионом. И я тоже с 5 лет, все, мы хотим всем рекордам, наши звонки дать имена, я шарашил до 19, там, до 20 лет в спорте, а потом поменялось просто вместо первого места, стал там миллион, потом миллиард, да, и я все время гнался за вот этим вот ненасытно, неудовлетворенно гнался за какими-то вот этими вот следующими там морковками, которые сам себе закидывал, да, и думал, что в этом смысл жизни. Потому что, если убрать морковку, я думал, а вообще тогда все бессмысленно, тогда вообще непонятно, зачем жить. Хорошо, значит, дальше продолжает царь Саламон так. Но если, говорит, человек жил тысячу лет дважды, да, почему это тысячу лет дважды? Если вот этот вот богатый человек, дальше он продолжает это нам исследование проводить про богатство, да, если жил вот этот вот богатый человек тысячу лет дважды, Ветава-Люра, и во всю свою длинную жизнь, вот эти вот две тысячи лет, он не видел ничего хорошего. Значит, а что такое хорошее? Шелон Амад Тора, что не учил он Тору, а Тора она называется добро, да? И не знал он, как жить жизнью правильной, доброй, хорошей, радостной. И не знал он, этот человек, который он гнался все время за богатством, он был богатый. Но не знал он, что такое радость и что такое сипук, это удовлетворение, да, настоящее. Что тогда ему с этого богатства, да? Если бы жил человек тысячу лет дважды, но не видел добра за это время, «Алю эль макому хата кол улех», так он говорит, что в одно же место все идет. Что значит, что и тот, который выкидыш, который был всего лишь день в мире, и он не видел добра, и тот, который жил две тысячи лет, и он не видел добра, так они одинаково прожили свою жизнь. Тот две тысячи лет мучился и не видел добра, а этот, там, неделю мучился и не видел добра. Или может он и не мучился даже. Он же не знает, что он теряет в этом мире, да? Он же ничего не теряет, он ни к чему не стремился, он ничего не теряет. Дальше седьмой отрывок, вот сегодня мы на нем закончим. То есть весь изнурительный труд человека для того, чтобы достигнуть богатства, имущества, значит это все для его рта, его душа, вот это животное, его тело, оно никогда не наполнится. То есть сколько бы ни было у человека материального, никогда ему не хватит. Почему? Потому что он же не может спать на двух кроватях, он все равно спит на одной кровати. Он же не может есть больше, чем там 2 килограмма еды в день, ему вредно есть больше, чем 2 килограмма еды в день. То есть получается, что весь тогда труд человека, который он трудится для того, чтобы достигать избыточной вещи, которую он не может использовать в своей жизни и получать от них удовольствие, то это в пустоту. Получается это все в пустоту. Химая, терлика, камень, аксир. Ну дальше мы продолжим. В общем, вот так вот. Очень-очень интересно это, да? Теперь хорошо, значит мы узнали, что если не радоваться жизни, так и жить незачем, тогда давайте узнаем, как радоваться. Вот, пожалуйста, хэппинес, книжка хэппинес, будем узнавать, как радоваться. Значит, сегодня у нас 19-й урок из книги хэппинес, который написал Раби Зелик Плискин. Можете погуглить, найти, есть такой раввин в Амире, он живет в Израиле сейчас, сам он из Амири, значит, Раби Зелик Плискин. Книга хэппинес, 19-й урок в этой книге. Называется этот урок так. Model and Mirror Joyce People. Значит, моделируй и зеркаль людей, которые получают удовольствие от жизни, радостных людей. Значит, почему, например, большинство людей не получают удовольствие от жизни? Потому что их не научили. В детстве они видели несчастных каких-то вокруг себя людей. И приходили в школу, были какие-то там несчастные воспитательницы или, значит, несчастные эти учителя. И, значит, смотрели, включали они телевизор, а там были несчастные. Good bye, America, ой, где я не был никогда. Прощай навсегда. Возьми банджо. Всякие вот эти вот страдальческие песни он в детстве слушал. Там Виктор Ацой, он любил Ацой этот, он, если есть в кармане пачка сигарет, значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. Он взял пачку, закурил. То есть люди, так как человек воспитывается через то, что он повторяет за другими людьми, то, что они делают, если он не научился радоваться, то никогда не поздно. Никогда не поздно начать зеркалить и моделировать людей, которые, да, научились. Как это работает? Значит, как в детстве. Как в детстве сказал Рамбам, что, значит, человеческая натура, она очень находится под влиянием тех людей, которые его окружают. Поэтому, когда мы выбираем позитивные ролевые модели, от кого мы будем учиться, и прям внимательно окружаем себя этими позитивными ролевыми моделями, то тогда получается, что мы учимся у них. Он пишет дальше. A wise person, мудрая персона, мудрый человек. Конечно, он сделает приоритетностью в своей жизни это жить и радоваться. И тогда нужно learning from joyous people is the way to do this. И тогда учиться у радостных, веселых, счастливых людей. Значит, мы должны научиться радоваться. Как это сделать? Когда вы копируете их facial expressions, выражение лица, тон голоса, скорость речи. Когда вы вживаетесь в их внешние проявления, этих веселых, счастливых людей, automatically вы берете психологию и физиологию других людей и входите в это состояние. То есть, с кем поведешься, от того и наберешься. И получается, все, you will be happy or joyous in your own way. Он говорит, ну не бойтесь, что вы будете как они. Он говорит, нет. Вы потренируетесь, потренируетесь, но потом все равно оно оденется на вас. То есть, вот этот пиджак, например, он на мне будет сидеть вот так. А на ком-то он будет, это тот же самый пиджак. Но он на каждом сидит по-другому. И когда вы берете, значит, и как актеры, да, актерская студия, когда вы учитесь улыбаться, все равно это будет ваша улыбка. Это никогда не будет чужая улыбка. То есть, эта улыбка, она станет ваша. Да? Притворяйся, пока не получится. Да? Точно, абсолютно точно. Вот мы научились девятнадцатому инструменту счастья. Поэтому, конечно же, давайте сегодня потренируемся быть веселыми. Потанцуем, поулыбаемся, посмеемся. И с Божьей помощью, с Божьей помощью завтра встретимся. Утром тоже в десять утра. Напишите, пожалуйста, свои выводы из сегодняшнего урока, свои инсайты. Напишите, поделитесь уроком с кем-то, с кем вы хотите поделиться. И завтра встречаемся. Все, с Божьей помощью. Тот, кто радуется тому, что Всевышний дает, так Всевышний даст ему еще. А тот, кто всегда недоволен, так Всевышний скажет, так ты все равно недоволен. Ну, смысл тебе давать больше. Ты что так недоволен, что так ты недоволен. Что так ты, это есть, мне как-то один человек рассказывал, он перестал жене подавки делать. Почему? Она была всегда недовольна. Он дарил ей подарки, и она все время была, это мне не нравится, это не то, это не так, это не так. Еще на него как бы возмущалась. И он перестал ей дарить подарки. Потому что он говорит, а какой смысл? Так, может быть, и Всевышний так же. Может быть, он дает каждому из нас и давал очень много подарков. Но за счет того, что мы эти подарки не ценили, значит, наступает какая-то полоса без подарков. Поэтому давайте радоваться, ценить то, что есть и то, что было. Еще раз радоваться тому, что было. И чтобы Всевышний давал нам очень много новых подарков. Все, до завтра. Счастливо. Спасибо. И до завтра. Счастливо. 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 Продолжение следует...